В минувшем году в Красночитайском районе было открыто несколько социально значимых объектов. Так совсем недавно начали свою работу три модернизированных учреждения культуры Петеркинского, Испуханского, Староатайского и сельских поселений. Открыт новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Новая Атай. И это еще не все. На этом месте пока только вырыт котлован и лежат строительные материалы. Но уже в конце 2015 года здесь будет красоваться новый детский садик на 160 мест, обещают местные власти. Еще один важный социально-экономический показатель района – в прошлом году ввели более 10 тысяч квадратных метров жилья за счет всех источников финансирования. Квартиры предоставили детям-сиротам, переселили граждан из ветхого и аварийного жилья. В основном мы представляем квартиры для детей-сирот строим. Полностью решили вопрос по переводу граждан из аварийного жилья. И в последнее время строим по принципу долевого строительства. По представлению ветеранам жилья на очереди стояло... На сегодняшний день предоставили 248 квартир, которые стояли в очереди. Но сегодня остается и очередность, потому что по представлению документов она как бы идет. И сегодня вопрос еще открыто остается по 14 ветеранам. Это вопрос как бы на контроле и эта работа продолжается. Сегодня на улучшении жилищных условий у нас стоят еще более 680 граждан. Именно это по участию в разных программах. Это в основном по молодым семьям, молодые специалисты, граждане, которые стоят в очереди на улучшении жилищных условий. А так в районе сегодня, как уже отметил, имеется коммерческое жилье, свободное жилье. В 2015 году в рамках программы жилищного строительства района предусмотрено возведение еще одного 24-квартирного жилого дома. Это еще тысяча квадратных метров. Татьяна Трофимова, Игорь Поручиков, Сергей Рябчиков, Республика.